Позвольте поделиться с вами одной беспокоящей, тревожной мыслью. Потрясающе беспокоящей, и с ней я вас и оставлю. Если посмотреть на нашего ближайшего генетического родственника, это будет шимпанзе. У нас на 99 с чем-то процентов совпадает ДНК. Мы умнее, чем шимпанзе. Давайте придумаем какую-то меру интеллекта, которая делает людей особенными. Но давайте скажем, что интеллект – это способность писать стихи, симфонии, заниматься искусством, математикой и наукой. Скажем так. Допустим, это будет такое произвольное определение интеллекта. Шимпанзе ничего этого не умеют. Но у нас ДНК совпадает на 98-99%. Самая гениальная шимпанзе из всех, что существовали, может быть, немножко сумеет язык жестов. Малыши это могут. Малыши. И вот, что меня глубоко беспокоит. Все, что мы из себя представляем, и что отличает нас от шимпанзе, появляется из этого одного процента отличия в ДНК. Должно быть так, потому что это и есть разница. Телескоп Хаббла, великие – все в этом одном проценте. А может быть, все то, что мы есть, чего нет в шимпанзе, не настолько уж и умно, насколько мы себе это решили? Может быть, разница между проектированием и запуском телескопа Хаббл и обезьяна, связавшая два движения пальцами с языка жестов, может быть, эта разница совсем не такая уж большая? Мы себе говорим, что большая. Опять, книга называется «Оптические иллюзии». Мы себе говорим, что это много. А может быть, это почти ничего. Как мы это можем решить? Представьте другую форму жизни, которая на один процент отличается от нас, в том направлении, в котором мы отличаемся от шимпанзе. Только подумайте об этом. Мы на один процент отличаемся и построили телескоп Хаббл. А если еще один процент? Кто мы тогда для них будем? Мы будем просто слюнявые, тупоголовые идиоты по сравнению с ними. Вот мы кто будем. Мы бы... Они... Они взяли бы Стивена Хокинга, выкатили бы его к их главным исследователям, сказали бы, вот этот у них вроде самый толковый. Он в уме умеет астрофизику. Ой, какая прелесть! Малыш Джонни тоже так может. Как мило! Джонни, кстати, сейчас мы на холодильник вот повесили вчера. Это они в школе нарисовали. Подумайте только, насколько они могут быть умными. Квантовая механика будет просто интуитивно понятной для их малышей. Все симфонии будут написаны их детьми. Как я сказал, будут просто висеть на холодильниках, как мы вешаем детские аппликации на наши холодильники. Так что, идея о том, что мы найдем разумную жизнь и с ней поговорим... Когда вы последний раз останавливались, чтобы поговорить с червем? Или птичкой? Ну, то есть, вы, может, и говорили, но я не думаю, что вы ожидали ответа, да? Мы не ведем диалога ни с каким другим видом на Земле, с которым у нас есть общая ДНК. Поверить в то, что какой-то другой разумный вид как-то нами заинтересуется, настолько, чтобы попытаться поговорить... Они посмотрят на Хаббла и скажут, да ты посмотри, что они только делают. Ну, что это такое? Так что я ложусь спать ночью и думаю, а может мы как вид просто слишком глупы, чтобы понять Вселенную, которую мы исследуем? Может нам нужен другой вид, на один процент умнее, чем мы, для которых теория струн будет интуитивно понятной? Для которых все главные тайны Вселенной, темная материя, темная энергия, происхождение жизни, все самые передовые наши идеи будут будут просто чем-то очевидным, интуитивно для них? Я завидую такой возможности, потому что я бы хотел быть где-то рядом во время этих открытий. Спасибо вам. Спасибо.